Работы по эвакуации танкера «Дельфи» из прибрежной зоны Одессы стартовали чуть более месяца назад. Об этом заявил представитель профильной фирмы, которая в середине мая подписала соглашение судовладельцам о поднятии судна. Основной принцип, который заложен в подъеме «Дельфи» – измещение воды из затопленных отсеков. Использовать будут надувные понтоны. Эти понтоны специально рассчитаны, специально изготовлены и уже частично заложены в корпус судна. После заведения этих понтонов устанавливаются наружные понтоны, которые обеспечат позитивную и положительную плавучесть этому судну и помогут в развороте его на ровный кель. Уже через две недели такой способ может дать результат, если «Дельфи» немного приподнимется. Говорят о 40-45 градусах. Эксперты предупреждают о возможных рисках такой методики. Хотя признают – это лучше, чем его распиливать. Судно, увешанное понтонами мягкими, представляет собой достаточно уязвимую цель для моря. И чем меньше будет время от выкреннего судна до полной постановки наплова и эвакуации его с пляжа, тем меньше времени это судно будет подвержено воздействию моря. А время от выкрения до постановки наплова будет тем меньше, чем больше времени мы уделим подготовке сейчас. Мы, я имею в виду Дмитрия Владимировича и его компанию. Поэтому торопиться с выкренением не стоит. После выкрения судно будет находиться в очень уязвимом положении. Представители компании сетуют на отвлекающие от работы факторы. Один из них – любознательные отдыхающие, которые в нарушении всех требований безопасности пытаются пробраться на ржавый затонувший танкер. Признали производители работ и еще одну проблему – выброс топлива, который портит нынешний курортный сезон. Естественно, в любом судне, какое бы оно ни было, даже лодка рыбацкая, в ней будут остатки топлива. Это топливо с повышением температуры, оно где-то появляется, где-то вытекает. Но это остатки, это не какие-то огромные объемы. То есть, для примера, все видели новости, когда в Мексиканском заливе произошел разлив нефтепродуктов у компании «Бритиш Петролиум». Значит, в других местах мира, когда это были черные пляжи, дохлые рыбы, птицы и так далее. Здесь этого нет. Это пленка. Пока все необходимое оборудование у компании, которая занимается подъемом «Дельфи», есть. Дополнительные мощности используются по мере необходимости. Фирма не рассматривает вариант эвакуации танкера плавающими кранами, поскольку сразу засевшим на мель кораблем находится высокая каменная гряда. Она не позволит подойти ни одному крану. Есть работы, которые нельзя делать параллельно. И, допустим, туда поставят 20 водолазов, которые будут просто работать для того, чтобы показать какие-то действия. Это бессмысленно. Сейчас производится перекатка воды из танков для облегчения корпуса судна. Если этот процесс сделать ускоренно, судно может треснуть, и мы получим его в нескольких частях. Если такое произойдет, значит, мы не сможем его оттуда достать. Без срыва графика 20 числа июля «Дельфи» планирует пришвартовать к одному из причалов Черноморска. Уже стало известно, что местный судоремонтный завод «Дельфи» не примет. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».